Мы продолжаем «Утро на Болткоме». Мы – это я, Александр Шунин. Я бы с удовольствием, конечно, остановился на этой фразе «Мы – вот Александр этого эфира». Ну, ко мне присоединилась моя замечательная коллега Маргарита Трояновская. Теперь мы в прямом смысле «мы». Привет. Доброе утро. Доброе. А как-то очень нединамично ты звучишь. Больше жизни, Маргарита, больше жизни. Утро прекрасное, немножко туманное. Замечательное утро, свежее гораздо, чем вчерашняя позавчерашняя, что на самом деле и хорошо, потому что тепло – это, безусловно, прекрасно, замечательно, но жара всё-таки немножечко перегнула палку. А и верно, а и правильно. И отдохнём от этого солнца. Ну, сколько можно? За эти три дня уже надоело. Тут люди открыли пляжный сезон, а пока мы были на работе, ну и ну их, ну и пускай вот на своих пляжах валяются и пьют свои замечательно разноцветные коктейли. Нам этого всего не нужно, потому что свежий воздух гораздо лучше, потому что работы у нас много, а гостей у нас меньше не становится, и это радует. Обещанные наши друзья Татьяна Черковская и Андрей Горка, верководители арт-платформы «Стадия» с нами на прямой связи по Зуму. Доброе утро! Доброе утро! Прекрасно. Очень доброе. Прекрасно. Связь установлена, налажена и видно, и слышно. Спасибо, что согласились выйти в эфир так рано. Ну, считается, что для людей творческих это почти неподъемно. Мы знаем, ну, во-первых, это наш слоган, мы знаем, вы слушаете. Так вот, нам известно, что у вас, несмотря на пандемийные ограничения, вышла новая постановка по пьесе Слоповского, пьеса номер 27. Давайте сразу с этого и начнем. Как вы умудрились, учитывая, что все на карантине, все в масках, вот это вот правило два на два, поставить целый спектакль и еще показывать его каким-то образом? Колитесь. Ой, вы знаете, Саша, ну это вот я, извините, я сразу к классике, это как у Грибоедова, шел в комнату, попал в другую, да? Это вот мы на самом деле начинали в тот прекрасный период непродолжительного перемирия летом, да, когда была возможность репетировать и даже играть. Мы выбрали пьесу, представили ее ребятам, своему творческой команде, начали репетировать, это было в октябре, в начале прошлого сезона, этого сезона текущего. А потом вот пришел ноябрь, постучался со всеми вытекающими и предлагаемыми обстоятельствами, и мы вот попали в эту историю опять ограничения, невозможности что-либо делать. Вот, и отчаяние было прям такое какое-то поначалу катастрофическое, но вот слава Богу и слава небесам, что оно длилось у нас недолго. Вот мы, опять же, благодаря пьесе, благодаря выбранной пьесе, вот так все стеклось очень хорошо. Мы поняли, что мы можем попробовать для себя новый формат, и нам было это очень интересно. Вот, да, действительно. Ну, мы были вынуждены попробовать новый формат. С одной стороны вынуждены, с другой стороны такая вот лабораторная как бы работа для нас была очень увлекательная. Мы попробовали сделать онлайн-спектакль, да. Вот расскажите, как вообще выглядит онлайн-спектакль, потому что термин принципиально новый, раньше такого, ну, если и было, то очень и очень немного, то есть это получается весь спектакль происходит в формате такого, как зум-звонка, где каждый актер в своей, ну, камере находится. А, так? Совершенно верно, именно камере, да. Я-то по-старому воспринимал это как в свое время то, что называлось телеспектакль, просто это запись, которая транслируется, ну, как фильм, но только спектакль. Вот это принципиальное отличие, то есть мы не снимали спектакль и показывали его, а мы оказались в этом пространстве, в разделенных окошечках, и попробовали сделать спектакль именно в этом формате. Он так и выглядит. Да, то есть еще раз мы хотим подчеркнуть, что этот спектакль создавался исключительно в сети, для трансляции в сети. Вот, если все изменится, и мы надеемся, то есть все изменится, да, эти все заборы, они как бы будут разрушены, и все наши преграды, мы обязательно будем делать сценическую версию этой работы, обязательно. Это будет совсем другой спектакль. Вот, но мы хотим, чтобы так случилось. Но если говорить про вот эту работу, то нам было очень интересно попробовать, вот, попробовать создать как бы продукт, который снимался в режиме онлайн-конференции, создать пространство заэкранное, которое никак не относится к режиме онлайн-конференции. Причем, конечно же, путем очень минимальных средств, поскольку мы другими не обладаем. Ну, то есть каждый актер находился в своей локации. Каждое домохозяйство находилось на территории своего домохозяйства. Да, хотим сразу сказать, что мы одно домохозяйство, поэтому мы без масок, так что... Спасибо, Андрей, что напомнили. Что ты запамятовал себя? Нет, нет, Саш, я не... Нет, 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 все правильно, набор, это я забыл, я же должен в маске сидеть. А-а-а, огромное спасибо, огромное спасибо, Андрей. Извините, пользуюсь вашим временем, но это же так сложно, мы работали на радио, а как вообще говорится вот так, микрофон в маске? Да так и говорится, в общем-то, только очки потеют, у Маргариты не потеет, у меня потеет. Но на самом деле, если рассуждать и говорить о том, ну, вот этих нынешних реалиях, тоже раньше вот сидишь на радио, перед тобой микрофон, в лучшем случае компьютер, и ты говоришь куда-то, кому-то, а тут, когда ты видишь конкретных, ну, хотя бы, если не слушателей, не зрителей, то гостей, это гораздо проще, это элемент уже живого человеческого общения, а не такого, что говоришь куда-то в пустоту, а кто ловит твой сигнал, то и хорошо. Ну, а маски, ну, потерпим, ну, все равно когда-нибудь это отменится. Сейчас, конечно, очень тепло мне стало в районе рта. Вот, Саш, Саш, спасибо за вектор. Вот, я тоже хочу про это сказать, потому что нам было очень важно, и это было сделать крайне непросто. Понимаете, вот в театре же всегда есть собеседник, я имею в виду в живом театре, да, потому что зритель, который сидит в зале, это всегда определенная энергия, это всегда вопросы. Это кажется, что это молчаливая, молчаливая какая-то, да, такая, какая-то такая масса. Это не так, это всегда вопросы, и талантливые актеры, и хорошие спектакли, это всегда ответы сиюминутные сейчас здесь на те вопросы, которые задает зритель в зрительном зале. Наша задача была, ну, причем, понимаете, вот разрушить это стекло, то есть ответить на вопросы, не вещать где-то там внутри, да, внутри, вот где-то там что-то люди играют сами собой, я имею в виду актеры, да, какую-то, пусть даже им очень, как бы, так близкую историю, да, но эта история никак не перекочевывает, она не переходит за экран. Нам, мы попытаемся, нам очень хотим, мы не знаем, на самом деле, что получилось, мы сейчас находимся в таком прекрасном небе, мы вообще не знаем, что получилось, да, это скажут зрители, но нам важно было, чтобы эта история перешла, чтобы зритель по-прежнему был собеседником сейчас, сегодня и здесь, что мы отвечали на вопросы, которые он задает. А, к слову сказать, в продолжение тоже этой темы, вы рискнули, сделали онлайн-спектакль в этих вот окошечках, одновременно ваши коллеги из Нового Рижского театра под руководством Алоиса Херманиса поменяли формат, они сняли сериал, который точно так же сейчас можно посмотреть через онлайн-платформу. У вас не было желания поменять именно формат, заняться чем-то другим? Вот все, театр, 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 раз, кино. На самом деле, ну, это очень интересная тема, да, и это очень интересный формат, безусловно, у нас есть планы, нам хочется, нам хочется пробовать, нам хочется развиваться, но реалии таковы, что я еще раз хочу подчеркнуть, что Стазия – это площадка негосударственная, некоммерческая, независимая. Это общество, которое существует за счет членов этого общества, за счет их усилий, их желания быть в этом пространстве театра. Понимаете, поэтому как бы ни были сильны наши желания, мы ограничили возможности. Это правда, ну, то есть как бы, ну, про это мы говорим откровенно, это правда. Учитывая, что это ваш первый опыт выхода в такое онлайн-пространство, всегда, когда человек или группа людей делает что-то в первый раз, то неизбежно сталкивается с какими-то непредвиденными обстоятельствами. Скажите, что вот во всем этом процессе оказалось, ну, непредвиденно трудным или просто какие-то неожиданные аспекты появились? Было что-то вот такое? Иногда, из технических, иногда скотч двойной от экранов отклеивался. Это я уже сейчас говорю, я уже говорю о сложностях технического, технологического процесса. Я секреты открываю. Я секреты открываю. Как вы снимаете? Нет, 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 открывайте дальше. Скотч отклеивался. Вы снимали онлайн, и вы скотчем заклеивали вот это окошко камеры, или что вы заклеивали? Что у вас на скотче держалось? Просто мы прикрепляли камеры, там мы придли. Спасибо нашим ребятам, всем участникам проекта, всем актерам, всем, кто нам помогал. Огромное спасибо. Было много придумок, было много всяких решений технических. Минимальными средствами, я повторяю. Мы даже ведь не могли, на самом деле, чтобы ничего не нарушать, мы даже не могли одно домохозяйство приехать ко второму, чтобы поправить там свет, понимаете, или там что-то такое привести, или установить. Это всё решалось вот так, как мы сейчас с вами. Это ж какие нервы требовались, а? А сколько времени ушло на создание спектакля? Мы начали, вот я говорю, мы начали ещё в режиме как бы оффлайна. В осенье, да. Да, в октябре, в начале сезона мы представили ребятам свою пьесу, начали репетировать, как бы так по-хорошему забрали. Ну, мы её разбирали традиционно, репетировали. Застольный период разобрали, и случился ноябрь. Потом немножко мы адаптировались, приходили там до себя от этого шока, да, опять от этих... Придумывали, как это сделать технически, да. Вот считайте, там, как бы, ну, ноябрь, с ноября, да. Ну, то есть мы просто только что. Мы делаем это не каждый день, мы делаем это в режиме одна репетиция в неделю. Так что у нас было немного... Я пытаюсь понять, во-первых, напомню, мы беседуем с руководителями арт-платформы «Стадия» Татьяной Черковской и Андреем Гаркаве, речь об их новой постановке по пьесе с Лаповского... Что там, пьеса номер 27, главное, числительно запомнил, а слово почему-то мне «Квартира» пришло в голову. То есть вы каждый раз спектакль играете по новой, или это запись? Нет, в результате это запись. А, в результате запись, хорошо, разобрались. Давайте теперь, может, о пьесе поговорим. Потому что, опять же, учитывая всю драматичность ситуации вокруг нас, ограничения, собраться нельзя, пойти никуда нельзя, за границу выехать, там проблем не оберёшься, и выехать, и вернуться обратно. Герои пьесы – три супружеские пары, переживающие кризис среднего возраста и эмоциональную пустоту. Ну, то есть, чтобы вообще добить ещё зрителей, почему не комедия какая-нибудь, не что-то лёгкое и жизнеутверждающее. Знаете, вот стадию вообще на самом деле нельзя заподозрить в подборе лёгкого материала. Это правда, да. Это правда. Нам как-то кажется всегда, что нам всегда не до шуток и так далее, и всё такое прочее. Вот. Но на сей раз, нет, Саш, это лёгкий материал. Он как бы… Казалось бы, да? Он очень такой многоплановый. Вот. Это мелодрама. Действительно, это незамысловатая история. И когда мы её выбирали, мы делали это сознательно, потому что мы понимали, что сейчас такое время, что загружать, наверное, людей было бы неправильным и излишним. Но она не банальна. Она глубока, она даёт вот эту возможность. Кстати, у самого Слоповского вначале, он такую очень интересную игру предлагает. У него в первый ремарк написано, что эту пьесу можно играть несколько раз, да. Её можно играть как… Вначале он предлагает её просто прочитать, она короткая, да, прочитать, а потом сыграть её в нескольких вариациях. Как комедию, как драму, как мелодраму. Мы не пошли по этому пути, но нам показалось, что в условиях как бы онлайн это будет уже такое нагромождение. Вот. Но вот эта вариативность, да, в поступках героев, в их мотивациях, в том, что между ними происходит, эта вариативность и гибкость осталась. Поэтому она не тяжёлая. Она не тяжёлая. У нас есть вопрос. Звонок из прямого эфира. Давайте примем. Давайте. Доброе утро. Мы вас слушаем. Доброе утро. Я очень рада, что вы не опустили руки, что занимаетесь любимым делом. Мы, зрители, слушатели, особенно последнего, то есть старого поколения, мы когда-то слушали радиомикрофоны и были очень рады даже этому. Но вот понимаете, что меня удручает, это уровень падает. Когда наш прекрасный театр, славящийся на весь союз, русская драма, поставил на 203-е Тургенева Муму, ну у него же более серьёзные пьесы. А вам, ребята, больших успехов и не опускать руки дальше. Спасибо. Огромное спасибо за звонок вам. Спасибо. О, что-то я не туда нажал, извините. Продолжая, наверное, тему, все мы, конечно, жутко надеемся, что в какой-то момент все эти ограничения отступят, что мы заживем нормальную жизнь, сможем полноценно ходить в театры, ставить нормальный спектакль, как мы привыкли, но в случае, если всё-таки в ближайшее время этого не случится, планируете ли вы продолжать такого рода эксперименты? То есть стоит ли ждать какого-то нового онлайн-спектакля от вас? Да, обязательно. Для начала нам, конечно, нужно, нам очень хочется получить эту обратную связь, потому что, видите, опять я скажу про стадию, стадия – это не про то, что люди, что мы сыграли спектакль, да, получили там свои букеты и потом покланились и разбежались по домам. Вот стадия – это другой формат. Стадия – это про то, что три часа потом мы ещё не расходимся, мы все говорим, гомоним, обсуждаем, потом нам, значит, звонят люди и говорят, слушайте, мы ещё там пять часов. Зрители, просто зрители, даже незнакомые, мы шли домой, мы с мужем там или там с другом, с подругой говорили про это, и начинают обсуждать фабулы, начинают ругать героев, что-то и так далее. Понимаете, это какой-то живой процесс. Вот сейчас этого вообще нет. Это очень непривычно, да. Вот мы куда-то что-то отдали, вот эта история где-то живёт, она живёт вне нас, то есть не было сдачи для мам, для пап, не было сдачи, да, не было премьеры, нет вот этих прекрасных обсуждений. Мы не знаем, мы вообще не знаем, что происходит на той стороне. Поэтому мы, конечно, очень приглашаем людей посмотреть и очень приглашаем людей, мы готовы, мы свободны от критики, мы свободны от оценок вообще, да. Мы просто хотим услышать, мы готовы, мы хотим услышать, что получилось, мы хотим понять. Мы сами пока не очень поняли. И когда мы поймём, когда мы поймём, что у нас есть ресурс, ну, как бы творческий, художественный, технический, для того, чтобы продолжать это делать, мы, конечно, будем продолжать это делать. Ну, давайте тогда уточним, где можно посмотреть этот спектакль, как приобрести билеты. Да, можно зайти. Билеты доступны на платформе Тикетшоп, это платформа, с которой мы сотрудничаем, и платформа для продажи билетов. Можно зайти к нам на Станису Стадии, Фейсбук, и там есть ивент, и со всеми необходимыми ссылками, подробной дорогой, я даже, мы даже описали подробную дорогу, поскольку тоже, как бы, такая история первый раз для нас, да, чтобы там ничего не отвалилось, чтобы человек прошёл всё правильно, чтобы он получил этот билетик, чтобы нажал на правильный линк, чтобы всё, окошко открылось. У нас есть даже такая небольшая, как бы, памятка по шагам для зрителя, чтобы на странице, на Фейсбуке, чтобы он понимал, как пройти этой дорогой. И там есть доступ на один день, доступ на, по-моему, на три дня, на семь дней, то есть можно... На две недели. Исходя от приоритетов, своих личных приоритетов, выбрать себе категорию. То есть можно купить один раз один билет и, например, пересматривать, если понравится спектакль, несколько раз в течение, там, полутора... Самое малое вы смотрите сутки. Сутки доступно будет. И самое большое, ну, две недели. Вы можете позвать друзей и посмотреть. В принципе... Отмотать, пересмотреть. Пересмотреть. В принципе, по времени ограничено, сколько будет выложена эта запись? Да, она будет выложена в данный момент до 7 июня. То есть, ну, как бы мы на месяц ее выкладывали. А дальше мы посмотрим. Нам надо посмотреть результаты, что получилось. Будем еще, наверное, выкладывать, если будет востребовано. Да, и мы же все понимаем. Мы понимаем, что люди устали невероятно от всего вот этого такого режима общения. Но нам почему-то кажется, что мы сделали что-то живое. Понимаете? Что-то вот по-настоящему живое. Вот в этих условиях. В этих условиях, да. Мы так хотели. Но это здорово. Пьес помогла. Это дорогого стоит. А почему... Хорошо, пьеса помогла. Почему выбор пал все-таки именно на это произведение? И какие варианты рассматривались? Ну, рассматриваются, как всегда, куча вариантов. Но это, если... Ну, мы... Я скажу так. Можно я добавлю? Я скажу так. Можно продолжить. Вот честное слово. Есть нечто, да, что сподвигает всегда на выбор тот, который в этот момент будет правильным. Вот я не знаю, выбрали бы мы какую-то другую пьесу, нам было бы сложно сделать ее в онлайн-формате. Эта пьеса и тематическая, и художественная, и по своей структуре, по форме. Она действительно... Я не зря говорю, она помогла. Это правда история про людей, которые находятся в замкнутых пространствах своего личного «я». И только один раз... Я не буду открывать секретов, чтобы люди могли посмотреть. Только один раз им это подчеркнули. Тоже пространство помогло. Оно схлопывается. Один человек разрушает пространство другого. Самый драматический момент. Все остальное – это история про людей, которые хотят вырваться, но у них не получается. А в финале... Мы даже хотели, чтобы в финале, может быть, они соединились, но потом мы поняли, что нет, неправильно. Это следующая история. Это их следующий шаг. Пока они не соединятся. Вот как-то так. Давайте в таком случае резюмируем. Итак, арт-платформа «Стадия», пьеса номер 27 Слоповского. На электронной платформе ticketshop.lv можно купить билеты от одного дня до недели, например. А в целом пьеса будет выложена пока в экспериментальном режиме до 7 июня. А дальше Татьяна Черковская и Андрей Гаркави посмотрят. Продолжать ли этот эксперимент? Спасибо, Серж. Да, все совершенно верно, да. Огромное спасибо, ребята, что были сегодня с нами. Успеха. Разумеется, желаем массы зрителей и на этой платформе, и возвращения к нормальной жизни, чтобы можно было уже физически прийти на улицу Гертурда с к вам и поаплодировать, и три часа после спектакля посидеть, пообсуждать. Все, как вы сказали. Еще раз спасибо, удачи, на связи, всего доброго, до свидания. Перед тем, как уйти на недолгую паузу, напомню, что через несколько минут у нас в гостях, тоже удаленно, министр внутренних дел Сандес Гиргенс. Призываем к прослушиванию и активному участию. Можно звонить в прямой эфир и писать. Номера телефонов 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Можно писать на WhatsApp 230-6191. Все правильно. И участвовать в эфире. Все правильно. Возвращаемся через несколько минут. Утро на Болткоме.